Итак, значит, давайте мы откроем с вами четвертую страницу, и мы сейчас уже пойдем на более практичные вещи. Четвертая страница наших материалов. Мы с вами будем говорить, каким же образом люди скрывают свою эгоистичную природу, каким образом люди скрывают свое нежелание или нежелание следовать Божьим замыслам и работать над вот этим вот треугольником. Итак, мы назвали ее как сила, разрушающая единство супругов, но по большому счету это сила, которая разрушает вообще все человеческие отношения. Это эгоизм. И надо сказать, что эгоисты мы все. Я думаю, это не нужно объяснять. Апостол Павел сказал, не думайте о себе более, нежели должно думать. Предупреди. Да, предупредил, что думай каждый по мере того, кому какой Бог уделил. И вот в введении написано, поддержание единства в браке – это одна из важнейших задач. То есть быть едиными, стать одной плотью. О той цели, о которой мы говорили. Ну, в наши дни многие семейные пары находятся под воздействием разрушительной силы, которая называется эгоизм. Вообще, много очень сейчас тоже идет работа всяких научных по поводу эгоизма, хорошо это или плохо. Мы читали еще много работ, что это очень даже хорошо. Потому что это отстаивание прав, это справедливость должна быть. Это обязательно какие-то моменты, которые позволяют быть супругом. Каждой личностью оставаться. Они не едиными, а как это назвать, равноценными в браке. Если ты эгоист, ты не позволяешь с тобой помыкать, ты не позволяешь с тобой... Даже в Москве сейчас есть журнал один из самых популярных, который так называется «Эгоист». Очень толстый, очень популярный журнал. В общем-то там действительно все статьи написаны умными лезьми, как раз доказывают, что это очень даже здорово. И правильно. И правильно. Но вот под буквой «В» мы написали, что вообще-то современное общество, в частности этот журнал, конечно, способствует эгоизму и поощряет эгоизм. Но мы не давайте оставим это темное общество в стороне. Мы, христиане, тоже воспитываем эгоистов. И в себе, и в детях. И в собственности, даже в церкви. Понимаете, то есть эгоизм воспитывается и должна быть самим. Ну, пример. Вот, может быть, возьмем семьи. Безет ребенок, ударился об угол стола. Ударился. Заплакал, кричал. А кого мы наказываем? А стол здесь при чем? Угол стола, да. Он вообще стоял, никого не трогал. Да. И мы, чтобы успокоить ребенка, чтобы он писал в классе, говорим, ах, нехороший стол, начинаем бить и ударить стол, да покрепче ударить, чтобы ему нехорошим было больно. Хотя стол здесь вообще как бы вот стоял и действительно никого не трогал. Однажды наша дочь преподала такой урок, она там бежала тоже, раздрала себе коленки, упала. Надя к ней подбегает. Ой, у собачки заболел, у киски заболел, у моей доченьки пройди. Тогда давай еще больше кричать. Мама. Я говорю, что случилось? Что случилось? Не надо киски больно, не надо собачки больно. Это я упала, пусть мне будет. Пусть у кого угодно болит, тот и у тебя, мой родной. Мы воспитываем эгоистов, нас так воспитывали. Виноваты все, кто угодно, все, что угодно может быть виноватым, но я нет. Если мне нужно отставить чьи-то права, но это мне вредит, я лучше не буду отставить права. Да, вот знаете, есть такие сейчас передачи, там «Час суда», вот эти вот все следствия, которые по телевидению показывают. Знаете, иногда, когда я включаю эти передачи, ну, знаете, как вот эти очень хорошие передачи в каком смысле? Четко видишь, как бы держишь руку на пульсе, и вообще вот, ну, будем так говорить, всех вот этих явлений, каким образом они там расцениваются в обществе. Вот, и недавно была такая передача, мы, по-моему, ее смотрели, там, в общем, довели до самоубийства парня одного мальчика из девятого класса в школе. Вот, и, значит, вызывают свидетелей, вот, и все говорят, нет, мы ничего не знаем, мы ничего знать не хотим, ничего говорить не будем, потому что эти мальчики очень высокопоставленных родителей, во-первых, во-вторых, они терроризируют всех и вся. В общем, короче, их боятся, и, значит, мать выходит с мальчиком-свидетелем и запрещает ему вообще что-либо говорить, да? Ну, там же детей нельзя одних, только с родителями. Да, и вот, значит, мать запретила, если мы с ней что-то сказать. И буквально все следствие, так сказать, спасла, ну, как спасла, опять же, девушка, которая специально для этого приехала из другого города, то есть она приехала, она говорит, вы меня все равно не найдете, поэтому вам сейчас все скажу. Ну, не знаю, как-то, и, в общем, она там как бы открыла все эти глаза, но из того, что это был один местный свидетель, который как бы дал показания, им дали условно, то есть эти парни, и, причем, уходя, они, и девчонки приобретели, и сказали, мы тебя достанем, и, в общем, будет все плохо. То есть, понимаете, вот такая вот вещь. И я уверена, сейчас эта девочка вернется домой, и ее мама же, ей же и вставит. Понимаете? То есть, получается, с одной стороны... Тебе что, больше всех надо? Весовываешься. С одной стороны, мы родители хотим, вроде бы, как добра своим детям, разве можно в этом мире там высовываться, а с другой стороны, кого мы воспитываем? Эгоистов. Из лучших побуждений мы воспитали, что воспитали. Вот оно, что получается. Но мы, как правило, скрываем свой эгоизм. Мы его прячем, и прячем мы его за масками. И здесь перечисляются маски, которые надеваются эгоистами на себя. То есть, мы не можем же признаться, прийти, допустим, сделать предложение девушке. Ты знаешь, я эгоист, я люблю только себя, но ты, вроде как, подходишь ко мне, давай, выходи замуж. Или мать, или отец скажет, что ребенок, знаешь, вот я эгоист, я хочу, чтобы у меня вырос нормальный здоровый ребенок, поэтому никуда не лезть, тоже будь эгоистом. То есть, как бы это, ну, нерационально, да? И чтобы как-то рационализировать свои чувства, свои эмоции, мы начинаем прятать себя за масками. И вот сейчас мы для чего сейчас это расскажем? Для того, чтобы, во-первых, сами свои маски распознали, себе диагноз поставили, да? А во-вторых, чтобы те, когда к вам будут люди приходить, ну, беседу или как-то с вами общаться, чтобы эти маски распознавали. Видели и не играли с масками. Не значит, что вам маски надо сдирать. Снять маску можете только с себя. С другого человека вы никогда маску в жизни снимите, пока он не захочет. Но мы вам это расскажем для того, чтобы, если вы видели перед собой маску... Вы с ней не играли. Да. Потому что с маской разговаривают. Бесполезно. А чтобы вы, так сказать, увидели, человек с вами откровением или играется, это надо знать, какие вообще маски люди надевают. Итак, первая маска, вот здесь она у нас написана. Это маска рационализации. У нее такой девиз. Я всегда готов и могу оправдать себя и свои действия, потому что я считаю, что прав только я и больше никто. Ну вот мы тут написали, что вообще каждому человеку присуще самооправдание. Но любые взаимоотношения лишаются любовной преданности и радости. Из-за этого самым оправдание. В послании к Релинам, 12 главе, написано. И по данной мне благодати, каждому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должны думать. Но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Каждый думайте так, как ему Бог предопределил. То есть то, что есть на самом деле. Не нужно рационализировать какие-то свои недостатки. Ну вот характерной литерацией маски рационализации является басня Крылова «Лиса и виноград». Помните, там лиса пришла в виноградник, висит этот виноград высоко, солнышко играет в каждой ягодке, она попрыгала, не достает. По деревьям лазить не умеет. И что она говорит? Зеленый виноград. Плохой виноград. Она не говорит, что она не выросла, что она лазить не умеет, что не получается у нее ничего. Она рационализирует. Виноград зеленый, виноград плохой, съешь еще отравишься и уходит. Виноград виноват. Женщина говорит, я выхожу замуж для того, чтобы помочь ему расти духовно. Потому что он только что вышел в заключение, вот рядом со мной, он будет читать Библию, он будет расти духовно. Когда начинаешь разговаривать, вы знаете, вот нужно, может быть, порой задать конкретный вопрос. А может быть, просто замуж очень хочется? Понимаете? То есть вот это вот безрассудное желание выйти замуж, безрассудное желание, в каком случае, оно желание хорошее, но если оно не обдумывается, а принимается, мы все время говорим, в коме. Все, значит, то есть в данной ситуации важно не попасть под, вот, маска рационализировала, а если вы начнете рационализировать в ответ и говорить, да нет, да ты подумай, посмотри, вот там, так не сработало, вот там семья распалась, вот там такой же муж как у тебя, не получится тебе, вот там жена не будет, там в данном случае духовно руководить мужа. Бесполезно. Там парень какой-то есть, она там у него бывает. Он говорит, чтобы у нас перестало в жизни получаться, а вот что, как это все наладится, мы не можем. Не понимаем, не знаем, помогите нам. Вот мы к ним пришли, знаете, мы переступили порог, сразу почувствовали там такую атмосферу нагнетенную, вот это, вот ножом можно резать. Вот там примерно то же самое, мы пошли с ними на кухню, стали пить чай, стали разговаривать, беседовать там, что происходит, и вот после уже нескольких там 10-15 минут я понимаю, что у них у самих не выстроены отношения. И я говорю, вот там, как его звали, я помню, Сергей, допустим, говорю, вот как у тебя отношения с женой, вот скажи, вот вечера, вы проводите вместе, если у вас время для совместной молитвы, вообще у вас есть романтика друг для друга? У него квадратные глаза. Он схватился за голову, говорит, какая романтика, Михаил, ты что, с ума сошел? Завтра Христос придет, столько людей вокруг неспасенных, нужно о Христе говорить, а ты говоришь о какой-то романтике. Как ты можешь такие вещи произносить в таком мире? Надо людей идти спасать. Я говорю, вот это ваша основная проблема. И ты привел сразу слова, помню, Мартин Лютер. Вы знаете, Мартин Лютер как-то сказал, если даже завтра придет Христос, и я об этом буду знать, сегодня я все равно посажу дерево. Ну, казалось бы, нерационально, да, зачем сегодня сажать дерево, если завтра придет Христос, и как бы, вот, может, все, там, огнем пожечься, да? Нет, я все равно посажу сегодня дерево. Потому что мы должны быть на наших местах, там, где мы поставлены, независимо, когда это произойдет, завтра, через сто лет или через одну минуту. Вот, а что у них происходило? Может быть, они попробовали, у них не вышло построить нормальное взаимоотношение. Может быть, не умеют, может быть, не хотят, не знаю, что там у них произошло в тот момент, но потом-то мы уже разобрались с этим. Но на тот момент... Они решили. Решили, ну, хорошо, не получается, мы себя где-то рационализируем, наши отношения, наши чувства. И мы все будем полностью в служении. Будем говорить о Христе, о втором пришествии. Все. Надо мир спасать. И вообще, какой секс? Вообще, какая романтика? Нужно думать о другом. Нужно всю свою энергию, все свои силы направлять. Понимаете, все. Рационализировано собственное нежелание. А проживающие люди, особенно подростки, они же ведь чувствуют, когда говорят любви, а любви в отношениях нет. Конечно. Правда? Или вот тоже вот маска рационализации еще вот конкретно работает в других ситуациях. Вы просто знаете, вам приведем несколько ситуаций. Я думаю, что вы уже можете нам дать фору, и, наверное, каждый из вас уже где-то на углу может написать, с чем мы встречали жизнь. То есть сразу, может быть, записать какие-то свои примеры, чтобы, знаете, потом вам было легче это все видеть и ставить диагноз. Однажды мы были в молодежном лагере, проводили семинар. Это было зимой. И вот, значит, ну, знаете, как обычно молодежь, лекция, потом вышли на улицу, в снежки поиграли, там повалялись там в сугробах, вот там всем весело, все смеются, ребята, девчата. А один молодой человек вот так вот стоит в стороне, всегда стоит в стороне, с благоговейным таким серьезным духовным лицом. И когда я к нему подошла, я говорю, ну, там, я не помню, там, Саша. Саша, что ж с вами не играешь там? Как можно это вообще такой недуховный лагерь? Надо заниматься, мы сюда приехали всего на два дня, и я вот так вот посчитала по расписанию, половина времени уходит на недуховные какие-то вещи, снежки, непонятно что. Да надо все пустить на то, чтобы духовно питаться, а у нас половина времени уходит непонятно на что. Снежки – это недуховные. Ну, я просто дала вопрос, Саша, а может быть тебе научиться общаться и дружить, может быть, в этом и проблема. Понимаете, то есть вот помогите человеку снять эту организацию, хотя бы задуматься, хотя бы заглянуть внутрь этой маски, внутрь себя. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok